Часто спрашиваете про нейронку Миджорни, что там, как там, можно ли её использовать бесплатно. Вот и решил записать для вас подробный гайд, так что подержите, пойдём покажу. А, да, можно. Покажу. Чтобы начать пользоваться Миджорни, для начала надо зарегистрироваться в Дискорде. Это чатик, аналог Скайпа, Телеграма, что-то среднее между всеми этими мессенджерами. Правда, считается, что он для гиков, для геймеров, наверное, поэтому он так популярен. Кстати, местами прям сильно удобнее, чем все эти ваши Телеграмы. Переходим на сайт discord.com, снизу в описании ролика оставлю все сегодняшние ссылки, и на северо-востоке требуем, чтобы нас пустили. Если здесь впервые, то снизу переходим в регистратуру и признаёмся, когда же у нас DR. Дальше говорим бип-бип и нас просят подтвердить, что мы из кожи. Предлагают создать сервер, соглашаемся, для меня и друзей будем играться в нейронку. Создаём. Появился сервер. Сверху просят убрать зелёную полоску, подтвердив на почте регистрацию аккаунта. Мы люди порядочные, поэтому нажимаем на кнопку и зелёная полоска должна исчезнуть. О! Теперь идём за Миджорни. Переходим на сайт midjourny.com, снизу тоже в описании ролика будет ссылка, и присоединяемся к бете. Принимаем приглашение, но здесь тоже пускают только кожаных, поэтому надо подтвердить. Нажимаем перейти в дискорд, и прямо здесь в браузере откроется сервер Миджорни в дискорде. Слева будет список серверов, между которыми можно переключаться. Пустой только что созданный и основной сервер нейронки Миджорни. Дальше идёт список чатов или комнат, кто как всё это дело называет. Нас интересуют чаты для нубасов, у вас возможно тут будут другие цифры, это ни на что не влияет, вваливаемся в любой. Правую панель тоже можно включить, это список участников, а можно выключить, чтобы не расстраиваться, что здесь не протолкнуться. Вся движуха происходит в чате в виде общения с ботом, да, участников здесь сотни тысяч, но общаемся напрямую с ботом. Снизу печатаем запрос, а приблизительно через минуту он пуляет в ответ изображения. Ставим снизу слэш и появляется первый недостаток общего сервера, потому что команд тут очень много, надо будет напечатать имя, чтобы прилетела команда Imagine Prompt, она-то и нужна. Именно так через слэш Imagine Prompt каждый раз, когда надо сгенерировать изображение, придётся обращаться к боту. Из-за зелёной кнопки соглашались с правилами, сломался запрос, печатаем снова мобильное приложение Юхуй, нажимаем Enter и через рыжее сообщение, то есть персонализировано конкретно к нам, обращается бот, говорит, подожди немного, сейчас всё сгенерирую. И вы правильно заметили, это сообщение стремительно улетает вверх, много людей что-то генерируют, печатают, очень много спама, плюс всё это подтормаживает, когда много на экране всего рендерится, где потом это сообщение искать непонятно. Так вот, на северо-востоке есть почта, и там можно смотреть упоминания. Рыжее сообщение, рыжее персонализированное, это упоминание. Бот нас упомянул, обратился к нам, так вот здесь будут все эти сообщения собираться. И вот он рендерит уже на 93% готовое изображение, он ещё раз его продублировал. И если оно куда-то вверх улетело, можно нажать на кнопку перейти, и чат отскролится именно к тому месту, и при этом он на нём зависнет. То есть весь новый спам будет собираться снизу, но нас при этом чат никуда двигать не будет. Будем смотреть, что здесь происходит. Давайте сразу пообщаемся про организационные моменты, а потом разберём, что это за кнопули такие. Во-первых, на общем сервере не протолкнуться, дышать нечем, всё лагает, тормозит, очень много спама. И во-вторых, тоже. Да, конечно, почта помогает навигировать среди всего этого спама, но хотелось бы с ботом общаться наедине, чтобы спама не было и ничего не тормозило. На общем сервере уединиться с ботом можно через ветки. Нажимаем на решётку, создаём новую ветку, и конкретно здесь сейчас будем общаться с ботом, и никто мешать не будет. Напечатали что-нибудь, чтобы чат активизировать, и после этого появится возможность запускать команды для генерации изображений. Печатаем новый запрос и пуляем. И теперь в этой ветке можно общаться с ботом, никто мешать не будет, эту ветку, естественно, можно сделать побольше, а то, что нас не интересует, поменьше. Или можно будет вообще закрыть эту ветку, открыть общие ветки, и наша только что недавно созданная будет где-то сверху. Вот нейронка, недавно её создали, таким образом вообще вскрыли чат и сидим просто в ветке. И никто не мешает. На бесплатном тарифе доступно 25 генераций или обращений к боту. Если бот генерирует изображение, это одна генерация. Если увеличивает понравившуюся картинку, это тоже обращение к боту. Если на основе какого-то изображения делает новые варианты, это тоже генерация изображения. Так вот, 25 таких обращений к боту. И, конечно же, всё это дело разлетится у вас достаточно быстро, за полчаса или час. А дальше или первый платный тариф за 10 долларов на 200 генераций, а там потом и 30 долларов, или... И вот это вот второе или можно организовать через свой собственный сервер, который совсем недавно создавали во время регистрации в Дискорде. И пользоваться Миджор не бесплатно. Погоди, не спойлери. Включаем список участников, а здесь кроме бота никого нет, так как эту ветку только что создавали, тут нет всех этих сотен тысяч людишек. Или если у вас там через список, то найдёте бота, нажимаете на бота и добавляете его себе на сервер. Выбираем сервер и жмём продолжить. Разрешаем боту баловаться по полной и авторизуем его у себя на сервере, только в очередной раз признаёмся, что мы из кожи. Переходим на свой созданный сервер, бот уже ждёт там. И теперь можно прямо здесь, на этом сервере, где вообще никого нет, а общаться с ботом один на один. А процесс такой же. Нажимаем слэш, выбираем Imagine Prompt и вставляем свой запрос. Нажимаем Enter и через полуминуты или минуту прилетит сгенерированное изображение. Когда закончится генерация, и в ответ на запрос бот, конечно же, обрадует и предложит достать из кармана 10 долларов, чтобы оплатить первый платный тариф. А можно будет достать из кармана приглашение на этот сервер. Что здесь вылазит? В выпадающем списке на северо-западе сочиняем приглашение на этот сервер. По маучанию ссылка создаётся на 7 дней, она всегда можно сделать через чекбокс. Справа в шестерёнке ещё можно ограничить количество использования, и нам это не надо, но возможно вам пригодится. Вываливаемся обратно и нажимаем копировать эту ссылку. Останется эту ссылку просто-напросто не потерять. Распечатать, повесить в рамочке или в случае чего на самом деле можно будет провалиться в настройке сервера, перейти в приглашение и вспомнить, какая же была ссылка, только здесь она отображается не как ссылка, а как вторая часть. Первая часть это discord.gg, потом слэш, и вот эту часть вставляем, это получится ссылка на этот сервер. А дальше в браузере в режиме инкогнито, и вот это вот важно, чтобы нас не узнали, переходим по этой ссылке. Маскируемся в другое имя, нажимаем кнопку продолжить. Снова надо костями потрясти. Выбираем день рождения. А дальше не пугаемся, регистрировать новую почту какую-то временную указывать не надо. Это окно можно просто закрыть. Всё, мы на сервере. Просто убрали окно. Прошли мимо двери, как на флэт-иконе. Работает всё так же. Скопировали, слэш поставили. Imagine Prompt выбрали, Enter нажали, подождали. А, согласились с правилами. Конечно же, когда первый раз запрос отправляем, надо согласиться, что мы не против здесь находиться. Нас всё устраивает, поэтому ещё раз отправляем запрос. Ждём полминуты, и бот пришлёт изображение. И если теперь набрать слэш и напечатать инфо, посмотреть информацию по аккаунту, то увидим, что одна генерация, вот она выше, а ещё осталось 24 минуты. Тут минута приравнивается плюс-минус к одной генерации. То есть есть ещё 24 генерации. Счётчик сбросился. А значит, приблизительно через полчаса вы снова переходите по ссылке на этот сервер, которую где-то в удобном месте для себя сохранили. Снова придумываете себе день рождения, придумываете имя, закрываете ненужное окно и пользуетесь ботом. Так что вы теперь знаете, как за компонентить себе безлимит. С организационным, самым главным таким вопросом разобрались. Дальше буду показывать настройки, какие кнопки нажимать, что тут есть, что печатать. Это я уже буду показывать на своём основном аккаунте. У меня там, кстати, тариф за тридцотку. А ещё снизу в описании ролика оставлю ссылку на вот этот замечательный фэлфигмы, в котором собрал для вас всё самое основное про нейронку Миджорни. Во-первых, здесь ещё раз оставил инструкцию, чтобы вы ничего не забыли, как включить у бота анлим. Сначала на сайте дискорда, дискорд.ком, вот вам все ссылки тут оставил, на северо-востоке ломитесь в двери и создаёте себе пустой шаблон сервера. Затем через сайт миджорни.ком, вот вам тоже ссылка, попадаете на основной сервер нейронки. Тычите в бота правой кнопкой и добавляете его на свой пустой сервер. И на сервере создаёте безлимитную ссылку приглашения и куда-нибудь сохраняете, чтобы не потерять. И переходите по этой ссылке в браузере в режиме инкогнито. Так, дискорд вас не узнает, спрячетесь в новое имя, придумываете день рождения, а окно с почтой просто закроете. Всё, можно пользоваться. Дальше показала вам основные команды, которыми будете пользоваться чаще всего. Imagine Prompt — это основная команда для отправки запроса. Инфо показывает статистику аккаунта, сколько генераций осталось. Blend позволяет удобнее смешивать изображения, которые лежат не где-то в интернете, а у вас на компе. А Settings — это настройки. И вот с них и начнём. И первым делом, когда вы попадаете к боту, лучше всего начать именно с настроек. Пишем Settings. И нажимаем Enter. 1, 2, 3, 4 — это версия бота. И четвёртая — самая прогрессивная. Там получаются самые классные, сочно интересные, нарядные изображения. Просто нажимаем на кнопку, чтобы переключить версию. Проверьте, чтобы у вас стояла четвёртая. Она самая прогрессивная. Вот здесь я показал примеры разных генераций и разных версий. Чем они отличаются? По запросу «Божья коровка» первая и вторая версии сгенерировали как будто бы эскиз. Как будто художник остановился только на полпути и ещё в детализацию не вдавался. Третья версия уже похожа на финальный результат, но всё равно что-то не то. И посмотрите, насколько сильно отличается тот же обыкновенный запрос в четвёртой версии. Или вот что получилось по запросу. Портрет красивой девушки, стоящей в солнечных лучах, струящейся сквозь жалюзи. Обратите внимание, что от девушки в первой и второй версии как будто бы только одно название. В третьей уже появляется портрет, который мы просили. И зацените, насколько же четвёртая версия отличается от всех предыдущих. Так как вы у меня в основном дизайнеры, можете полазить, а ссылку снизу в описании ролика оставлю на этот файл, и поразглядывать, как же нейронка справляется с веб-дизайнерскими запросами. Первая и вторая версии сделала ну что-то очень, совершенно не похожее на сайт. В третьей уже есть хотя бы хедер-футер, а вот четвёртая, конечно, на их фоне сильно выделяется. Слечу и глаза закрыть, что прям вообще на сайт похоже. Дальше стоит отдельная самостоятельная версия нейронки, которая генерирует изображение в виде аниме. И вот посмотрите, что получается в Ниджи моде. Всё по тому же запросу. Божья коровка, теперь это не жучок на листике, а девчонка. Бэтмен и Супермен поют караоке. Вот так нейронка видит Аллу Пугачёву в стиле аниме. А вот Робокоп ест хот-дог. Дальше есть ещё две самостоятельные версии нейронки. Миджи тест, имиджи тест фото. Они, в отличие от предыдущих, генерируют не по 4 картинки в одной генерации, а всего по 2. И в отличие от обычного теста, режим с фото претендует на фотореализм. Можете посмотреть, как один и тот же запрос видят два этих режима. Например, вот здесь больше похоже на фотографию, чем вот эти иллюстрации. И здесь тоже как будто перед нами фотография. А здесь всё-таки нарисованный воробей. Это были примеры генерации различных версий нейронки. Дальше со всеми остальными настройками я везде буду использовать четвёртую версию нейронки. Поэтому возвращаемся, переключаем, не забываем и разглядываем, что там есть ещё. Дальше идёт настройка качества. Половина качества, стандартная настройка или увеличенное качество. Оно тогда будет стоить в два раза больше. Сделав генерацию здесь, снимут как за две генерации. Чем они отличаются, вот, пожалуйста, можете поразглядывать. А ещё качество отвечает и за скорость генерации изображения. Если качество попроще, то и получаете картинку быстрее. Если качество покруче, то тогда и ждать придётся дольше. И действительно, крайние настройки качества отличаются. Чем дороже, тем лучше. И детализация, и освещение. Изображение получается наряднее. Дальше можете полазить по этому файлу и посмотреть, как настройки качества реагируют. Что же получается при генерации, например, логотипов. Кстати, качество похуже, а вариантов предложили побольше. Или, например, по запросу дизайн сайта компании, который занимается ремонтом компов в зелёных тонах. Снизу в описании ролика будет ссылка на этот файл. Откройте, посмотрите, да сравните. Дальше в настройках можно выставить уровень стилизации. Чем он выше, тем больше нейронка может придумать, надумать и дальше уйти от вашего запроса. На стоимость эти настройки никак не влияют. Как вы видите, основной запрос везде одинаковый, отличается лишь параметром в конце запроса. Его печатать писать не надо, он появляется автоматически в зависимости от того, какая настройка у вас выбрана. Если используете базовые стандартные настройки, то тогда и приписки в конце никакой не будет. Вот так нейронка видит логотип с буквой В с разным уровнем детализации, а вот так сгенерировала с разным уровнем детализации сайт недвижимости. По файлу полазите, приблизите, рассмотрите. Дальше в настройках можно выбрать уровень апскейла, увеличение изображения. Нам прилетает по 4 или по 2 в зависимости от режима изображения. И когда какое-то нам приглянулось, мы его можем заапскейлить, увеличить. Так вот, процесс этот происходит по-разному. При апскейле вот этого изображения получилось вот такое увеличение. Тут и код немного изменился, и лес появился, и на майке другой рисунок, и многие из вас заметили, что зрачки тоже исчезли. Зрачки исчезли, а комменты под роликом про зрачки появились. И кто гений? Так вот здесь я показал, как происходит апскейл одного и того же изображения с разными настройками. Посмотрите, в лайтовом режиме зрачки на месте. Но при этом код наложил целую стопку книг, которых здесь совершенно не было. Так что будьте готовы, что с любым режимом апскейла появятся непрошенные детали, которые можно будет подтюнить в фотогорохе. В плагине Фотопея. Про него тоже недавно был ролик. А апскейлить изображения можно через кнопки U1234. Они всегда есть под изображениями, и они отвечают за понравившийся фрагмент. Первый, второй, третий или четвертый. Дальше осталась еще пачка настроек. Одна отвечает за доступ, а вторая за режим обработки. Публичный режим — это когда ваше изображение видят все, кто находится с вами в одном чате. Если у вас в чате кроме бота никого нет, значит и ваше публичное изображение никто не увидит. И по сути у вас получается приватный режим, который, к слову, платный. А вы бесплатно уединились на своем собственном сервере, и никто не подглядывает. Бесплатно. И без внимания здесь осталась кнопка ремикса, которая смешивает изображение. Ее можно активировать или снять. При этом версия в нейронке четвертая остается активной. И тут я вам показал, что происходит, когда смешиваем изображение с нажатой активированной кнопкой ремикса, и если кнопку не нажимать. Во-первых, можно заметить, что с выключенным режимом, что с включенным, получается плюс-минус одинаковая генерация изображения. Во-вторых, вы уже заметили, что здесь в запросах есть какая-то ссылка. Нейронке можно отдать изображение, написать какой-то запрос, и тогда она с этим изображением сделает то, что вы просите в запросе. А чего вы мне не сказали, что фигма съехала? Там же дырка справа. А вы молчите. Давайте покажу, как это работает. Возьмем, например, портрет Пушкина правой кнопкой по изображению, забираем ссылку на эту картинку, возвращаемся к боту, ставим слэш, печатаем Imagine Prompt, вставляем ссылку и через пробел формируем запрос. Дальше не стесняемся пользоваться переводчиком и забираем латиницу. Возвращаемся к боту, Ctrl-V, Enter. И посмотрим, какая же рок-звезда получится из Пушкина, по мнению нейронки. А вот и рок-звезда приехала. Ну, в целом, какие-то варианты очень даже похожи. Дальше в файле можете полазить, посмотреть еще одну генерацию с Гариком. И тут на самом деле, что нажата кнопка, что не нажата. И здесь есть какие-то артефакты. И тут тоже непонятно, что с очками происходит. Можно нейронки скормить несколько изображений. Например, ссылка на тигра, ссылка на бегемота. И даже без запроса. Как видите, никаких букв не было. Просто ссылка, ссылка, Enter. И вот что в ответ получается. Только в таком случае тоже вставляйте через пробел. Ссылка, пробел, вторая ссылка. Если вы думали, что затея бесполезная, на самом деле нет. Можно взять какой-то понравившийся шот и использовать его в своих рефах. Во-первых, генерации будут что с нажатой кнопкой, что без активированного режима ремикса, будут в той же гамме, в которую вы загрузили изображение. Видите, цветовая гамма, она практически такая же. А во-вторых, прослеживаться будут даже некоторые композиции. Например, в иллюстрации летающие элементы. И вот в иллюстрации тоже какие-то монетки летают. И здесь тоже есть монетки, которые летают в иллюстрации. Останется все это дело в фигме воспроизвести, элементы расставить по фэншу, и можно грузить в портфолио, как мы это делали в недавнем ролике. Если еще не смотрели, очень рекомендую. Ссылку на него тоже оставлю снизу в описании. Если берете фото из интернета, просто правой кнопкой копируете ссылку и вставляете в запрос. А потом что-то или дописываете, или сразу шлепаете Enter. А если у вас изображение лежит на компе, то не обязательно заморачиваться с какими-то файлообменниками, и куда-то все грузить, чтобы получить ссылку. Это можно реализовать прямо здесь в чате. Перетягиваем сюда изображение и нажимаем Enter. Картинка улетела. Просто нажимаем на изображение, открываем в браузере и сверху забираем ссылку. Возвращаемся обратно к боту. Ставим слэш, пишем Imagine. И пишем запрос. Например, банковское мобильное приложение. И не забываем добавить ваше любимое заклинание. Юхуй. Любимое ваше заклинание. Вот на основе этого изображения приехали новые варианты. Если никакой из вариантов не подходит, можно повторить запрос, чтобы заново не печатать, просто нажимаем кнопку обновить. И тогда тот же самый запрос улетает снова. Новые варианты привезли, и вы уже давно заметили, что снизу тоже есть кнопки, которые делают новые варианты, на основе понравившегося фрагмента. Первый, второй, третий или четвертый выбрали, например, второй, нажали V2, и на основе этого фрагмента приедут новые варианты. Эти варианты отличаются некоторыми деталями, но не забывайте, что еще и при апскейле понравившегося фрагмента при увеличении привезут еще одну жменю новых деталей. Если у вас на компе лежит много изображений, то чтобы не пулять их всех в боту и потом не бегать за ссылками, можно воспользоваться командой, которая позволяет смешивать изображения, которые лежат на компе. Открываем чат, ставим слэш, пишем blend. Появляется окно, куда можно будет перетащить несколько изображений, дописать запрос, нажать Enter и дождаться через полминуты-минуту сгенерированную картинку. Ну вот с настройками закончили, полазите по этому файлу, посмотрите, как нейронка реагирует на разные настройки. А теперь поговорим немного про запросы. Запрос может состоять просто из описания, пишем, что хотим получить, нажимаем Enter и ждем полуминуты-минуту. После описания можете указать еще стилистику, например, указать освещение, хотите ли вы видеть изображение в реализме, или может вам сделать в Тимпанке, или можно еще дописать короткие команды. В интернете можно найти достаточно увесистый список коротких команд, но они не работают в четвертой версии нейронки, которая самая прогрессивная и делает самые нарядные изображения. Поэтому я эти команды здесь не оставлял, чтобы вам голову ими не забивать. Оставил здесь только самые популярные, например, два дефиса R, показывает соотношение сторон. По-молчанию получается все квадратное, но если хотите сделать какой-то реф, например, для веб-дизайна, то лучше сделать 3 к 2. А если захотите что-то закинуть в сторис, то реф лучше сделать 2 к 3. А команда No позволяет что-то исключить из запроса, например, сгенерированная полка с книгами и сгенерированная полка с книгами без зеленых книг. Или вот вдруг вы психанете и решите сделать дизайн дашборда без графиков и диаграмм. Пожалуйста, в рефе нет ни графиков, ни диаграмм. Или вдруг вы сделаете мобильное приложение, в котором не будет кнопок. Пожалуйста. Я пользуюсь только такими популярными командами, либо соотношение сторон меняя, либо что-то исключая из запроса. Если вы еще знаете какие-то классные, популярные, короткие команды, которые работают в четвертой версии, пишите в комментах. Ну а теперь осталось разобраться, что же там со стилистикой. Думаю, вы уже видели такие длинные километровые запросы, в которых куча всяких разных непонятных слов. Или если только знакомитесь с нейронкой, то обязательно эти запросы увидите. Есть уже в гугле достаточно большое количество таких сервисов, которые позволяют создавать такие длиннющие запросы, чтобы нейронка придумала какую-нибудь, ну уже максимально клевую, четкую, интересную, нарядную картинку. Можно эти штуки просто загуглить. Называются они Prompt Helper и помогают создавать те самые промпты. Или можете вместо гугла зайти в этот вайлик и посмотреть ссылки на самые популярные промпт-хелперы. Например, вот такое. Сверху в поле пишите свое описание, а потом выбирайте какую хотите стилистику. Понравилось что-то? Нажали, нажали, добавили, потом залезли в освещение, тоже полазили, посмотрели, добавили. После того, как здесь наигрались, скопировали запрос и вставили к боту. Нажали Enter и подождали полуминуты-минуту. Пока генерируется, здесь можно посмотреть другой популярный Prompt Helper. Если глаза собрали чемодан и не можете определиться, что же выбрать, заходите во вкладку Top. Тут самые популярные запросы. Cinematic, Octane Render и все остальное связано с освещением и классной нарядной сочной картинкой. А вот и детскую комнату привезли. Может быть, может быть, это все-таки детская комната. Файли оставил для вас еще пару ссылок и классный совет. Сохраните куда-нибудь запрос, который вы постоянно используете, чтобы не надо было бегать за ним, чтобы он был под рукой. Это удобно. Поставили слэш, выбрали Imagine Prompt, напечатали описание, а потом зашли в блокнотик, скопировали все эти теги, вставили, нажали Enter, подождали полминуты и готово. Кроме того, у нейронки есть цензура, есть таблица со словами, которые нейронка не сможет вам сгенерировать. Оставлю ссылку, захотите, будет интересно, откройте, посмотрите. Про цензуру запроса в виде короткой команды ноу я вам уже рассказал, а осталось рассказать про приоритеты. Если с цифрами в запросе не играться, то нейронка генерирует все на свое усмотрение, но можно изменить соотношение сторон через двоеточие и цифры. Например, белых машин будет больше, чем желтых, если белые двоеточие 10, а желтые двоеточие 1. Ну и осталось вам рассказать, а где же брать идеи. Во-первых, конечно же, на этом канале, поэтому подписываемся, лайки жмем, не жадничаем, бубенец врубаем, чтобы новые ролики не пропустить. Я, наверное, даже на карте канала, которую вы пользуетесь, молодцы, вон сколько людей онлайн выбирают себе сериал на вечер, что вечером посмотреть. Этого, ребята, молодцы. Кто не знает, это карта этого канала, потому что на канале уже 200 с чем-то роликов, 70 с чем-то там стримов, непонятно в какой последовательности все смотреть, а тут вот, пожалуйста, что смотреть, в какой последовательности, чтобы было максимально продуктивно. Так вот, я, наверное, здесь делаю отдельный раздел про нейронку, и все ролики с нейронками будут отдельно там складываться, чтобы было еще удобней. А ссылка на карту канала есть внизу в описании ролика. Пользуйтесь. Это было во-первых. А во-вторых, можно подсматривать идеи в комьюнити нейронки. Это админка в браузере, в которой собираются все ваши генерации, но тут слева есть менюха и есть комьюнити фид. Так вот, здесь можно смотреть, что генерируют другие. Полазили, посмотрели, какая картинка понравилась. Например, вот это. Нажали на многоточие и скопировали полностью команду. Идете к боту, вставляете через slash imagineprompt эту команду и просто меняете под себя. Например, там был зайц, а мы сделаем кота. И посмотрим, что получится. Изменили под себя, а запрос со всеми остальными настройками, с освещением и бла-бла-бла будет прежний. Давайте глянем, какой там был кролик и какой получается кот с такими же настройками. Понимаете, как можно использовать? Увидели что-то, подсмотрели, изменили пару слов, получили новую картинку. Ну класс. Огонь. Понятное дело, изображений здесь очень много, а вас интересует, наверное, что-то связанное с веб-разработкой, мобильные приложения, может, логотипы какие-то. Так вот, сверху есть поиск. Набрали логотип, посмотрели варианты генерации логотипов. Какой-то приглянулся, зашли в многоточие, взяли запрос, поменяли под себя немного, возможно, стилистику, изменили или цветовую гамму, или какое-то слово заменили, нажали enter и через полуминуты-минуту к вам прилетит готовый рев, который можно использовать в своей работе. Все ссылки будут снизу в описании ролика, возможно, в прикрепленном комментарии. Если было полезно, поддержите, вам не жалко, а мне приятно. Игорь общаться в комментариях, отсыпьте жменьку в своей активности. Спасибо каждому, кто пишет комментарии. А кто их пишет жменями, отдельный филхук. Скоро увидимся, услышимся. Филхук. Майка Миджорни стайл. Полное погружение. Вот это они, блин, отцентрировали. Прям по центру поставили. Не поспоришь. Дальше в панели слоёв нас интересует чат для нубасов. Панель слоёв. Панель слоёв. В выпадающем списке на северо-западе выбираем пригласить... Так это ж вы не будете ролик по второму и третьему кругу мотать туда-сюда. Тут же в файле все скриншоты ссылки полная инструкция. Все понятно. А ролик больше не нужен, а активность упала. Удаляем файл. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok